Почему русские, всегда злодеи? Штефан Рекиус Ангельсблад, Германия 16 марта 2018 года О чем думаешь в первую очередь, когда слышишь слово Россия? Александр Горский делится на этот счет собственным опытом. Он еще хорошо помнит, что было, когда 4 года тому назад он переехал из Москвы в Тюбинген, чтобы изучать здесь юриспруденцию. Когда я сказал, что я русский, почти все первым делом спрашивали, так как же ты относишься к Владимиру Путину? Президентские выборы в России 2018 года, что об этом говорят русские в Германии? Путин может быть избран в четвертый раз президентом и таким образом будет править крупнейшей страной мира свыше двух десятилетий. В воскресенье в России состоятся выборы. Как и в Германии, там может голосовать каждый, кому не меньше 18 лет. Согласно закону о выборах, это относится и к проживающим за границей российским гражданам. Так что Александр Горский также имеет на это право. Ангельсблад, Александр, предположительно около 70% снова изберут Владимира Путина российским президентом. Ты, конечно, тоже. Александр Горский, в России нет обязательного участия в выборах, голосовании добровольное. Я не голосовал на прошлых выборах президента в 2012 году и не буду делать этого и теперь. Почему? Просто кандидаты и их программы не кажутся мне убедительными. Ни один из них не представляет интересы молодых людей. Что конкретно неубедительно, прежде всего люди, которые принимают участие в выборах. Безусловно, есть и другие, которых я бы поддержал, однако они не участвуют активно в политике, поскольку на выборах в России нет, к сожалению, настоящей политической конкуренции. Ведь совершенно ясно, кто победит. Минус. А именно Владимир Путин. Ты думаешь так же, как и многие в Германии. Почему? Это не настоящие выборы. Они задуманы лишь для того, чтобы утвердить президента в его должности. В воскресенье выяснится, что примерно две трети российского населения поддерживают действующего президента. А если кто-то и проголосует против, то это не сыграет вообще никакой роли. Что думают об этом твои друзья и семья в России? Тут есть совершенно различные мнения. Это и желательно, и приветствуется. В кругу моих друзей во время учебы в Москве бытовали всевозможные политические представления. Один сокурсник активно участвовал в деятельности коммунистической партии и верил в коммунистическую идеологию. Другой знакомый активно работал в оппозиционной партии и был настроен весьма либерально. Это значит, что вы часто говорили о политике. Конечно, разговоры заходят иногда и о политике. Однако, в отличие от немецкой молодежи, российская молодежь неохотно говорит о политике. Она менее активна в политическом плане и не столь охотно работает на добровольных началах, как здесь, в Германии. По крайней мере, так было до 2014 года. Критики российского правительства неоднократно попадали в тюрьму. Рискованно ли выступать в России против президента? Трудный вопрос. Я не могу точно судить о том, насколько аресты во время протестных акций и демонстраций подействовали на настроение среди молодежи. Однако в Европе существует большой предрассудок, будто у нас нет никакой свободы слова. Она существует и в России. Я всегда мог свободно выражать свое мнение. С этой точки зрения многое стало лучше, чем во времена Советского Союза. Отравление ядом, нападение хакеров, манипуляции с выборами, почему на Западе русских всегда считают злодеями. У нас, молодых людей, существует четкое представление, что политика – это отдельная сфера, а такие вещи, как повседневная жизнь, экономическое сотрудничество или молодежные обмены – совсем другое дело. А как ты себя чувствуешь, когда твою родину постоянно обвиняют в криминальных делах? Конечно, меня абсолютно не радует то, что происходит в политической сфере, и то, как Россия менялась за последние 4-5 лет. С другой стороны, меня раздражает и некоторая реакция в западных странах. СМИ действительно очень жестко реагируют на все действия России, иногда слишком жестко и без реальных доказательств. Вот так они и способствуют созданию зловещего образа России. Ты считаешь, что немецкие СМИ нечестно пишут о России? Они не в каждом вопросе остаются нейтральными. Например, в 2014 году почти все немецкие газеты однобоко освещали события на востоке Украины и в Крыму. Для них Россия была виновата во всем. Чем это объясняется, по твоему мнению? Раньше для США и Европы было ясно – Советский Союз – злодей. После краха Советского Союза Россия в течение 20 лет не была столь широко представлена в европейской политике. И вдруг Россия вернулась. Может быть, для некоторых это стало причиной для чернения России. При этом ошибкой совершали обе стороны. Кстати, за все годы в Германии у меня не было ни одного конфликта. Я думаю, что молодые люди просто более толерантны в этих вещах. Русских охотно показывают злодеями в кинофильмах. Последний пример – «Красный воробей» – фильм о русской шпионке. Как ты к этому относишься? Этот фильм я видел в кинотеатре две недели назад. Я просто смеялся, и я не единственный считал, что злые русские и добрые американцы изображены стереотипно. Некоторые зрители даже комментировали это во время показа фильма. Массовая культура отражается на образе России на Западе. Однако меня радует, что молодые люди осознают, не все, что тут показывается, соответствуют действительности. Теперь ты хорошо знаешь обе страны. Если бы ты смог внедрить на твоей родине в Россию что-то из Германии, что бы это было? Когда я приезжаю домой, я всегда замечаю, что нет раздельной утилизации мусора. В Германии это функционирует великолепно. Это сохраняет окружающую среду и хорошо с экономической точки зрения. Однако когда потом я вижу, как обстоят дела с мусором в Москве, при этом загрязнение окружающей среды в России – очень важная тема. И наоборот, чему немцы могли бы поучиться у России – гостеприимству. При первом знакомстве россияне не проявляют по отношению к чужим особого дружелюбия, но в следующий раз они приветствуют тебя как старого знакомого. У немцев, наоборот, они очень приветливы и любезны при знакомстве, но в следующий раз они держатся на определенном расстоянии, если ты их не очень хорошо знаешь. Кроме того, в России во многих местах имеется бесплатный Wi-Fi, и доступ в интернет – быстрый и недорогой. К сожалению, Германия здесь немного отстает. Александр Горский родился в 1992-х в Москве, изучал в российской столице и респруденцию. Впервые побывал в Германии, еще будучи школьником. В 2014 году приехал в Тюбинген, получил степень бакалавра и работает теперь над своей диссертацией. Работает в организации «Диалог ЕВ» Веренигунгдеущерун трусище Ракономен – объединение немецких и российских экономистов. Сейчас 26-летний молодой человек – председатель региональной группы этой организации в Тюбингене.